привет всем ребята сегодня будет еще одно очень интересное жизненное видео обязательно досмотрите его до конца я расскажу о хитрых людях опять же расскажу свою жизненную историю опять поговорим о хейтерах вы мне говорите что не стоит они говорить но я считаю что стоит что нужно объяснять людям правильную жизненную позицию потому что хейтеры это люди с одним мнением люди которые выросли в одной среде и когда они заходят на youtube и видят что-то что не совпадает их мнением они начинают все хейтить я уже писал в инстаграме мнение среднестатистического хейтера кстати кто не подписан instagram подписывайтесь ссылка в описании потому что там вы можете обо всем узнать самыми первыми и так я перефразирую слова хейтера работать за еду всю жизнь это нормально считать что мечты это глупость идеально знать что твои дети окажутся в такой же рутине как и ты впрочем ничего нового но а если вдруг какой-то дурак предложит тебе следовать за мечтой и начать заниматься любимым делом обязательно оскорби его покажи все свои экономические познания и начни учить жить ведь тебе еще ходить на твою работу каких-то 30 лет до пенсии именно так живут нормальные люди а лохи пусть выкидывают деньги на всякие семинары пусть пробуют менять свою судьбу и жить достойно а мы уж как-то сами разберемся ведь главная стабильность вот это ребята слова хейтеров я уже перестал знаете как-то негативно относиться к этим ребятам раньше может быть да я очень сильно переживал по этому поводу но сейчас я понимаю что людям просто нужно показывать другую позицию нужно показывать ситуацию по другим углом евгений черняк еще говорил что чем больше слова хейтера до чем больше коммент тем больше у человека задница да потому что человек ленивый человек ничего не добился он может только сидеть и писать комментарий то есть он это время не тратит на себя а тратит на кого-то и наоборот умный думающий человек который пишет вот такой вот комментарий который хочет спросить у меня совета и кстати всегда на такие комментарии отвечают он тратит это время с пользой он хочет получить какие-то знания вот в чем разница хейтер тратит это время впустую наоборот портит себе жизнь потому что это для него ничего хорошего не принесет то что он будет писать такие комментарии а умный человек извлекает из этого пользу но сейчас ребята мы с вами живем в очень классное время мы можем пойти на youtube и посмотреть то что нам хочется правительство уже не может нам навязывать то что она хочет как она делала это раньше итак теперь перейдем к моей жизненной истории о хитрых людях наверняка в вашей жизни тоже встречаются такие люди которые пытаются на вас заработать которые пытаются вас обмануть но такие люди не зарабатывают долгосрочной перспективе да они в некоторые моменты могут быть умнее вас хитрее вас но ни к чему хорошему это не приводит и так была у меня ситуация я случайно познакомился с одним человеком начали мы с ним сотрудничать начали заниматься поставками товаров этот человек занялся поставкой я вроде бы посмотрел нормальный человек все классно я могу ему доверить плюс у меня знаете нету на это времени я ему доверился он начал заниматься поставками и в один прекрасный момент я выяснил что он брал за доставку два раза дороже доставка к примеру стоило тысячу рублей а он брал 2 просил у меня две тысячи то есть и тысячу брал себе я как узнал мы просто рассмеялся но как же это тупо но почему такие люди у нас были такие перспективы все шло хорошо я вот думал наконец-то нашел нормального человека он все выполнял в сроке умный хитрый классный мужик все делал качественно и вот он захотел на мне заработать он узнал понятное дело что у меня есть деньги и вот таким способом он за все время заработал где-то 10000 рублей но скажите ребята 10000 рублей может быть чуть чуть больше но это того стоило заработал десятку и все а так бы мог сотрудничать так бы мы могли развить какой-то бизнес плюс этот человек мечтал о своем деле он мало зарабатывал он хотел чем-то заниматься своим у него были классные идеи и вот произошла такая ситуация но как же это тупо и вы мне скажете а что ты сделал с этим человеком как ты решил эту ситуацию не как вы думаете я пошел с ним разбираться начал с ним что-то выяснять верни мне деньги почему ты так поступил это человек сам все прекрасно понял я таких людей попросту оставляю я не разбирать зачем мне это зачем мне на него тратить свое время вот вами сайт не тратьте время на людей которые вам неприятны у меня нету одного или двух дней свободных до чтобы я смог их потратить на этого человека чтобы в чем-то разобраться чтобы выяснить отношения зачем если человек так поступил попросту оставьте этого человека потому что так вы сделаете только хуже себе вот такая вот интересная жизненная история я вам уже говорил что успеха добиваются не хитрые и умные потому что библиотекари учителя были бы миллионерами всякие хитрые тоже были бы миллионерами есть кстати да такие ребята но успеха добиваются те которые идут до конца успеха добиваются добросовестные люди люди слова долгосрочной перспективе у них все получается я хочу повторить фразу вот майкла был блумберга да возможно я был не самый талантливый в своем общежитии 10 на улице ломоносова в городе киеве но то что я всех могу переработать кто был в этом общежитии сперва 5 этаж это абсолютно то есть успех это один процент таланта 99 процентов упор точно а вот хитрые люди пытаются здесь и сейчас пытаются урвать свой кусок пытаются заработать но дальше они не идут и знаете вот у них это уже входит в привычку им уже это начинает нравиться и они уже за счет этого живут это их уже образ жизни до кого-то там обмануть вот так вот быстро заработать деньги пойти погулять эти люди не планируют свою жизнь эти люди не выстраивают ни с кем отношений в долгую нет эти люди здесь и сейчас зарабатывают но в долгосроке они так и остаются ни кем как же рад что я могу с вами делиться этой историей я вот ребят реально об этом мечтал что я могу вот сесть перед камерой и рассказать вам эту историю и вы возьмете эту историю на вооружение вы подчеркнете что-то из этой истории это очень круто я смотрю другие каналы других ребят это же что-то подчеркиваю и так мы с вами сможем достичь успеха гораздо быстрее потому что раньше вот когда не было ютуба да когда люди все познавали сами на своем жизненном опыте они очень долго шли к успеху например уоррен баффетт свой первый миллион долларов заработал спустя 12 лет представляете вот посмотрите биографии до тех ребят которые жили тогда они очень долго зарабатывали свой миллион потому что все познавали на своем опыте а сейчас мы с вами можем включить youtube посмотреть миллионера миллиардера что-то у него подчеркнуть таким образом мы прокачиваемся вот семинары вот интервью вот что-то вы для себя полезные выписывайте читайте книги мы прокачиваемся и успеха добиваемся гораздо быстрее чем те люди у которых такой возможности не было немного таких каналов как у меня да я вот считаю что на это нужно обращать внимание нужно людям объяснять позицию я не оправдываюсь я объясняю и вот со мной остаются те люди которые это ценят которые извлекает из этого только пользу поэтому я не рекламируюсь нигде ко мне приходят только те люди которым действительно это нужно так что ребята огромное спасибо вам за поддержку за просмотр если понравилось это видео поставьте ему лайк поделитесь этим видео с друзьями и обязательно 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 подпишитесь на мой канал потому что это для меня огромная мотивация выпускать для вас новые видео также не забудьте подписаться на мой инстаграм все мои оригинальные страницы в описании под видео и ребята хочу вам пожелать искренне чтобы вы в свою жизнь притягивали только честных адекватных ответственных добрых и порядочных людей всем пока и и и